Добрый вечер, дорогие друзья! Окружающий нас с вами мир удивителен и прекрасен, и населен он, конечно, не только людьми, наверное, это к счастью, но также созданиями, которые являются ближайшими соратниками людей, помощниками, верными друзьями. Речь сегодня пойдет о кинологии. И сегодняшний гость передачи «Запредельное», кстати, впервые на нашей передаче специалист-кинолог, это Жапаров Алмаз, специалист в области зоопсихологии, а также человеческих, психологических отношений. Здравствуйте, Алмаз. Пока годом я добился всего, чего хотел. И настал такой момент, когда в отчаянии, что нет желания, исчезли все желания, хотелось чего-то такого-другого. Ну и как бы вот это где-то года три продолжалось. То есть я занимался там чем угодно, то есть в принципе, да, вот в отчаянии же не знаешь, что-то ищешь, ищешь, ищешь. Ну в итоге так получилось, что дети захотели овчарку немецкую. Ну они взяли там неделю, побаловались, побаловались, и потом вся ответственность легла на меня. То есть ухаживать, кормить. Ну и как-то вот к восьми месяцам надо было документы поменять, и мне пришлось там идти на выставку. Конечно, мы эту выставку проиграли, потому что собака была не готова. А я вот в принципе как бы с самого детства занимался спортом, ну как-то это меня зацепило. И вот начал ее готовить к следующей выставке, то есть нанял тренеров, себя тренировал, собаку тренировал. Ну в итоге вот следующая выставка, через полгода мы заняли третье место. И потом это вот как-то меня вдохновило, и у меня появилась идея создать центр кинологический, ну чтобы как бы и себе, и людям было полезно. И я узнал, что существует гостиница для собак. Даже так? Да, да, да. То есть при кинологических центрах существует еще и гостиница для собак, где можно там оставлять во время отпуска, да, там можно специально отдавать собаку на дрессировку. И вот в 2011 году я собрал средства и построил центр. Там только немецкие овчарки? Нет, там все породы. В принципе, в гостиницу привозят и декоративных гараж, и таких. То есть в принципе и на улице есть вольеры, есть помещения теплые, утепленные вольеры, где могут жить и домашние собаки, и кошки могут жить. Даже кошки? Да. А конфликты между ними? Они отдельно проживают. А насколько мне известно, первыми дрессировать немецких овчарок для защиты и охраны начали немцы, да, еще до Первой мировой войны? Был такой Макс Штефанитц, который вывел эту породу. То есть есть книга специальная, где он описывает очертания породы, характер породы, то есть разведения. Ну, как бы изначально немецкая овчарка считалась пастушей собакой. Но во время правления Гитлера, да, там, фашистской Германии, то есть они начали готовить собак уже на служебную службу. То есть охрана, задержание, то есть начали как бы немножко прививать агрессию немецкой овчарки. Ну и потом, в принципе, как бы в Советском Союзе была выведена на основе немецкой овчарки, восточноевропейская овчарка, то есть, в принципе, они родственники. То есть восточноевропейская, она крупнее, она злобнее, то есть ее вывели для охраны лагерей, для службы, там, в пограничных службах. То есть она использовалась очень сильно. А чем отличаются сегодняшние системы дрессировки немецких овчарок? Есть советская система ОКД. То есть там получается, есть защитная служба и две дисциплины. Там защитная служба идет и ОКД, общий курс дрессировки. Там идет послушание. Сейчас, в принципе, на территории Сен-Гей, в Казахстане, есть новая система. То есть она не новая, она международная система, называется ИПО. Там идет три раздела. Там первый раздел А идет, след второй раздел Б идет послушание и третий раздел С. Это защита. То есть, в принципе, проводятся мировые соревнования. То есть это, в принципе, как бы сейчас, как и спорт. То есть, в принципе, я вот когда начал дрессировать собаку, то есть, ну, я спортсмен, то есть я сразу же увлекся именно этой дисциплиной. И занимаюсь вот до сих пор. Действительно ли с 15-месячного только возраста может собака вот выступать в таких соревнованиях? Или есть юниорский подраздел? Ну, в принципе, знаете, как психика собаки где-то вот полутора годам только созревает для таких серьезных выступлений. Поэтому не рекомендуется, да, там, на выставление. Ну, заниматься собакой надо с самой, там, с маленьких лет, практически, там, с двух месяцев надо уже что-то прививать. Какие-то базовые команды, потихоньку, потихоньку. Вот если человек приобрел щенка, или ему подарили, и он решил сам заняться воспитанием собаки, какие самые типичные ошибки делаются? Типичная ошибка – это некая вседозволенность. То есть они идут на поводу у щенка. То есть маленький щенок, он балуется, он что-то делает, там, основная причина. То есть какая может быть проблема? Щенок начинает прыгать на человека. То есть они позволяют этому делать, потом щенок вырастает, и к году он начинает просто лапать, садиться на шею хозяину. Но это большая проблема. А почему собака так делает, с точки зрения психологии? Радость, да? Радость, она хочет общаться, она хочет обниматься. То есть нельзя допускать, чтобы щенок выпрыгивал? Нет, надо допускать. Ну, в принципе, надо приучать, что я в грязной одежде. То есть надо иногда выходить в грязной одежде, играть с собакой, общаться с собакой. А в чистой одежде выходишь, собака должна понимать, нет, я сегодня не буду с тобой играть. Ну, а как же это все-таки воспитать такое послушание собаке? Ну, это коррекция. Небольшое физическое воздействие изначально. То есть бывает немножко неприятно собаке, но сопровождаешь, командой нет. То есть собака должна знать, да или нет. Если я говорю собаке, да, значит, это хорошо, значит, можно. Если я говорю собаке, нет, значит, это нельзя. Очень часто ведь возникают проблемы во взаимоотношениях собаки с членами семьи, потому что у нее путаются вопросы об иерархии, правильно? Да. Вот какие типичные здесь тоже могут быть ошибки, и как распознать эту проблему? Не каждая собака так будет делать. То есть собаки, в принципе, вот Павлов, да, академик, он же изучал собак. Это он выбил психотипы собак, где там флегматики, да, там мелохолики, холерики, сангвиники. В принципе, собака рождается с этой природой. То есть обычно конфликтно только собака-холерик. То есть она от природы конфликтная. То есть сангвиники собак, они общительные. То есть они радуются, они общаются. Флегматики, они такие замедленные. То есть они больше любят кушать, да, там, лежать где-то. А мелохолики, они всегда грустные. Поэтому, как правило, агрессия возникает только у собак-холериков. То есть нужна как бы специальный инструмент и дрессировка, чтобы как-то это подавить. Вот такие вот ужасные случаи, которые, к сожалению, происходят, что собаки набрасываются на хозяев, доходят до смертельных исходов, на членов семьи, могут даже убить ребенка маленького. Почему такой алмаз происходит? Ну, это, скорее всего, негатив от хозяев идет. То есть постоянное давление на собаку. То есть, ну, не секрет же, что взрослые иногда и на детей срываются, там, свои проблемы какие-то, и на собак срываются. Вот. Поэтому, это вот крайняя степень, там, раздражения собаки. Помните случаи, когда, по-моему, бультерьеры или стафарширы даже загрызали младенца в коляске, когда хозяин куда-то отходил? Ну, это может быть ревность. Все-таки присущая собакам ревность, да? Конечно. Они же как дети. По идее, они очень привязываются к кому-то. Ревнуют. Но как же избежать такого ужасного исхода? Как понять, что собака ревнует, и это опасно? Ну, это наблюдать надо просто. То есть, собака, она же показывает повадками. То есть, изначально она будет как-то теснять ребенка. В любом случае, когда наблюдаешь, ты видишь это. То есть, она начинает конкурировать с ребенком за твоего внимания. И в этом случае, что вы посоветуете сделать? Мне кажется, лучше изолировать тогда. То есть, такие собаки не подходят в семью. Вот знаете, бытует мнение, что крупные породы, когда подходит у них срок где-то год, они взрослеют, и они начинают действительно пытаться переиграть свое место в стае, то есть семье, и могут напасть или быть какой-то конфликт с хозяином. Кого они считают за хозяина или должны считать за хозяина. И нередко вот от ветеринаров слышишь совет, что надо эту крупную породу в год, если такой инцидент будет, как-то приструнить. Это действительно происходит? Да, переходный период, половое созревание. В принципе, это больше у кобелей замечается, что они начинают пытаться доминировать. То есть, борьба за власть идет с хозяином. И как бы надо немножко думать, когда приобретаешь породу. То есть, в принципе, в интернете пишется, да, там, описание породы, для чего она выводилась. И там, заводя себе бойцовую собаку, да, надо понимать, хватит ли у тебя сил моральных и физических на эту собаку. Потому что она к году, она будет, как бы, бороться с тобой за власть. А может быть, тогда следует обратиться к кинологу, например, к вам ближе к году? Нет, ближе к году это уже поздно. С самого начала. Да, то есть обычно это где-то в 3-4 месяца уже видно. То есть желательно где-то в этом сроке уже обратиться к кинологу, чтобы хотя бы начальное воспитание собаке дать. Приходит к вам человек с 3-х месячным щенком, вы начинаете с ним работать. Щенок не станет ли вас считать хозяином? Ну, это уже проблема хозяина. Он должен участвовать в этом процессе. То есть, по идее, собаки не очень быстро привыкают. То есть у меня было много случаев, когда я на месте сбрал собаку, и собака не хотела возвращаться к хозяину. Поэтому я обычно всегда, как бы, да, там, в тройке работаю. Собака, хозяин и я. Я выступаю больше как инструктор. То есть первые 2-3 занятия я показываю, там, обучаю. То есть тяжелее всегда обучить хозяина, чем собаку. Собака, если контакт есть, она с первого занятия начинает контактировать. То есть она сотрудничает. А каких вот собак вы бы порекомендовали, какие породы именно для семьи наиболее подходящие, где есть дети? Лабрадоры. Почему? Ну, это самые такие веселые, радостные собаки. Солов собаки-компаньоны. В принципе, я вот сколько видел лабрадоров, там, практически нет агрессии. То есть это вот собака-счастье. То есть если чисто вот для общения, для... Можно лабрадоров. Немецкие овчарки хорошие, универсальной породы. Вот по разделению, по половому признаку, вы как охарактеризуете, когда лучше приобретать мальчика, когда девочку? Ну, в принципе, по большому счету, большой разницы нет. Единственное, как бы, если для маленьких детей, лучше, конечно, девочку взять, потому что девочки, они больше нежнее. То есть мальчики, они более грубые. То есть они даже играют грубо. Ну, и как бы, вот, не знаю, вот по мне лучше, вот мне больше нравятся там девочки, да? Потому что для семьи это классно. То есть у меня дети, маленькая дочь, шести лет. То есть она может делать с ними что угодно. А для охраны территории кого лучше брать? А там тоже без разницы. То есть бывает и кобели охраняют, бывает и суки охраняют. Но разве кобелям не присущ территориальный инстинкт в большей степени? Ну, кому что, он, и суки, бывает, очень ревностно охраняют, очень хорошо охраняют. Действительно ли нужно каждую собаку сделать матерью? Тут хозяин уже решает разводить собаку, там, да, заниматься разведением, не заниматься разведением. Ну, в принципе, как бы я большой такой проблемы в этом не вижу. А сталкивались ли вы со случаями ложной беременности у собаки? Была. А причина какая? Почему? Когда вот две собаки, вот у меня был случай такой, что у меня во дворе две собаки, то есть забеременела одна, а у второй, вот, как бы, да, там два месяца собаки ходят. И у второй, к моменту, там, когда пришло время рожать второй, то есть у нее пошло молоко. Я очень сильно удивился, ну, вот, как бы, на моей практике, это вот первый раз у меня был. Бывает такой случай. То есть это вот, наверное, метод какой-то подражания или что там, эмпатия какая-то у них там существует. Ну, у моих знакомых есть собака, правда, порода Чихуахуа, и она уже второй раз, она живет одна в доме, второй раз она, у нее ложная беременность. Приходится лечить гормонами, пытались сводить к обелькам, но что-то не получилось. А может, возможно, очень сильный материнский инстинкт. То есть я как бы не ветеранал, я не могу это объяснить. Я знаю, что это есть. Что-нибудь интересное расскажите о вашей любимой породе немецкой овчарки. Ну, я начинал дрессировку, как, вот, есть советская система, заставление, метод механического воздействия на собаку. То есть, в принципе, я вот, готовя собаку на соревнования, ИПУ, первое мое выступление, то есть я выступил с собакой, получил какой-то результат, но техника была у собаки, не было состояния. То есть потом я прочитав там требования, да, к собаке, то есть там в каждом упражнении пишется, что собака должна быть счастлива. Собака должна быть счастлива. То есть, в принципе, как бы, да, очень долго я не мог понять, да, вот, как можно сделать собаку, да, счастливой, чтобы она там что-то делала и при этом была счастлива. Ну, как бы, методом проб и ошибок, посещая семинары по дрессировке, я услышал, что существует состояние еще собаки, то есть не только техника, но еще надо учитывать состояние собаки, в каком состоянии она работает. И потом, как бы, пришлось ломать свое сознание, да, там, подстраиваться под собаку, то есть там состояние радости, состояние какой-то расслабленности, состояние концентрации, то есть это уже, как бы, психология. То есть, в принципе, как бы, вот эта дрессировка, собаки, то есть они меня привели к некой психологии, то есть я начал изучать психологию собаки, в каком состоянии ей комфортно работать. И потом, вспоминая свой личный опыт, там, детство свое, юность, я вспоминал, ну, мы же работали, да, тяжелый физический труд какой-то выполняли, но при этом было какое у нас состояние, радость. Мы чему-то радовались, чему-то стремились. То есть поэтому я начал изучать психологию собаки. Дальше, дальше изучая, то есть стала интересна философия. То есть я начал изучать философию, то есть все, что связано с жизнью, с природой. Вот так вот и в данный момент у меня все получается. Наконец-то я начал понимать, чего хочет от меня моя собака, чего она от меня ждет, чему она радуется. То есть в принципе, то, что я раньше делал, сейчас я все это пересмотрел. Сейчас получается не я требую от собаки, а собака от меня требует. И нравится работать, и нравится мне, для меня что-то делать. А у меня есть некие инструменты, манипуляции, поощрения, еда, игрушка, похвала. Замечательно. А как вы вводите собаку в состояние радости? Или вы наблюдаете, когда это состояние у нее возникло, и уже тогда с ней работаете? Ну, знаете, вот это же позитив. То есть появление меня, то есть собака обычно вот она во дворе у меня лежит, там отдыхает, ничего не происходит, некая скука у нее появляется. Потом мы загружаемся в машину, едем на площадку, и тут возникаю я, весь такой позитивный, радостный, веселый. То есть меняется состояние собаки, и вот на этом драйве позитива мы пытаемся что-то делать. То есть, в принципе, знаете, как, то есть это не требование, да, а вот некая просьба. Сделай для меня что-нибудь, да, а я тебе дам лакомство. Сделай для меня что-нибудь, а я тебе дам игрушку. Сделай что-нибудь для меня, а я с тобой начинаю играть. Поэтому собака сильно не напрягается, просто ей нравится сам процесс. Такое древнее существо, которое испокон веков рядом с человеком, он помощник, друг, вот собака. Кто это с точки зрения внутреннего мира этого существа? Друг. Собака – это друг. То есть, в принципе, вот за пять лет занятия собаками я понял одно, что собаки очень похожи на людей. То есть у нас очень похожее сознание. Потому что, ну, скорее всего, это же как бы многовековое сотрудничество, да, собаки с человеком. Но при этом у собак есть нечто такое непонятное. То есть я даже работаю с собакой, иногда бывает, что думая об одной команде, я говорю другую команду. Но при этом собака почему-то выполняет мою мысль, а не слово. И как бы вот супруга моя говорит, что очень часто вот я уезжаю куда-то, и собаки начинают к воротам подходить за 10 минут до того, как я подъеду. Телепатический контакт. Да, то есть я не могу это объяснить, но у них что-то есть необъяснимое. Но при этом, знаете, вот мое наблюдение за собаками, то есть для собак, вот есть же понятие время, да, то есть время, оно относительно. Для собак времени нет. То есть светло в день, солнце село в ночь. То есть я могу собаку свою оставить там в багажнике машины на пол. Она не чувствует времени, то есть она ждет меня. Действительно ли каждая собака как индивидуальность разная, как личность разная? Да, природа у них у всех разная. А как вы считаете, собака обладает сознанием, мышлением? Да, ну если она обучаема, значит у нее есть сознание. Значит интеллект существует. Да, интеллект есть. А действительно ли собака научается воспринимать конкретный язык, казахский, русский, английский? И если, например, с ней придет заниматься француз, она на французском языке не будет эти команды выполнять, если их услышат на этом языке? Нет. То есть у собак идет запоминание. То есть сначала идет жест, потом слово. Ну в принципе они очень быстро могут переобучиться на другой язык. В принципе я вот занимаюсь собаками на немецком языке, потому что я начал заниматься на русском языке. Ну во дворе где-то там дети пользуются этими командами там, да. То есть пришлось перейти на немецкий язык, чтобы не портить собаку себе. Ну а так в принципе можно и на казанском, и на французском. В принципе на соревнованиях каждый, то есть каждый человек пользуется своим родным языком. Там в этом проблем нет. Но собаки, они запоминают. То есть они связывают слово и конкретный, то есть сначала жест, слово, а потом упражнение. То есть какой-то конкретный навык, да. А вот есть собаки именно спасатели, как синбернары, водолазы, да. Есть собаки, которые охранные больше, чабаны, пастушьи собаки. Немецкая овчарка все-таки это что? Это универсальная порода. То есть в принципе она может и пасти, и охранять, и служить, и спасать. Она может и по следу ходить, она может и защитной службой заниматься. В принципе очень много у нее там талантов. Она может быть просто какой-то семейной собакой. Почему пограничные службы используют, и по-моему даже полиция, да, немецких овчарок, для того, чтобы распознавать, например, наркотики? Ну, как бы хороший нюх. Немецкая овчарка обладает хорошим нюхом. И при этом стабильной некой психикой, то есть более такое... Уравновешенные? Да, 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 да. То есть они более логичные. А с какого возраста нужно щенка, можно щенка уже приобрести? Месяц, две недели, два месяца? Ну, там получается последняя прививка где-то ближе к трем, где-то три-три с половиной месяца. Щенок уже абсолютно привит, здоров. Кстати, о прививках. Действительно ли нужно их делать каждый год? И какие желательно делать? Ну, я оставлю на бивак семивалентный каждый год. Там семь, получается, от семи болезней. А как вы решаете проблему с глистами, чтобы члены семьи не подхватили глистов от собак? Таблетки. Кому? Семье или собаке? Собакам три месяца. Каждые три месяца. Есть специальные таблетки, покупаем, даем. А они не дают побочных эффектов на собаку? Ну, вроде нет, не замечал. А проблемы с блохами, с вшами? Ну, есть капли специальные, ошейники есть. В принципе, и в магазинах все это есть. То есть это действует? Конечно. И вы советуете это использовать, даже если собака живет не в доме, а в вольере, сторожит? Ну, конечно. Почему? Ну, это же, во-первых, здоровье собаки. То есть, в принципе, те же блохи, клещи, неизвестно, откуда они могут упасть. То есть на лечение собаки уйдет больше денег. Возможно, как бы и потери собаки могут быть. То есть не каждая собака вылазит там из болезни этой. А многие вот телезрители наверняка видели, что собак держат всю жизнь на цепи к будке прикованными. Это допустимо или все-таки это вредно для животного? Ну, мне кажется, это издевательство. В принципе, это же как бы прошлый век. То есть у собаки должен быть дом. То есть, в принципе, собака – это же не только право, но это еще ответственность. То есть надо создать условия. Вы сторонник усыпления, алмаз? Если это очень тяжелая болезнь, да, то есть уже собака обречена. Только в этом случае. А так желательно дать ей самой, да? Ну, а как? То есть усыпление в чем? То есть бывает вот раковое заболевание, да, то есть когда собака уже обречена, то есть она уже в некой коме, да, или еще в чем-то. Ну, смысл. Ну, это, конечно, мое личное мнение. А что может привести вот к болезням собак? Это неправильное кормление, режим, что? То и другое. В принципе, да, я как бы… Мои наблюдения о чем говорят. То есть больше эмоциональная обстановка, да, там, в доме, где обитает собака. Потому что они же как дети, они очень, как губки, они всасывают энергетику. То есть когда вот… Вот у меня был случай, когда тяжело болел человек, да, и умер щенок, то есть который крутился там во дворе, то есть и потом этот человек выздоровел, а щенок-то умер. То есть реально животное берет на себя негативную энергию. Да, да, да. То есть они как губки, они очень… То есть это вот, как бы, да, энергетически, да, они всасывают. Поэтому, ну, в природе же обычно же не болеют звери раком, там, какими-то онкологическими заболеваниями. Но это же вот некие социальные заболевания. То есть даже вы бы посоветовали держать дома домашних животных вот с такой вот целью самозащитной, да, может быть? Ну, в принципе, кошки, да, то есть кошки же, они же отрицательную энергию забирают, да. То есть вот мои наблюдения личные. То есть кошки, они забирают отрицательную энергию. Собаки, они вот как батарейки, они, как бы, да, там, положительной энергией, да, заряжают человека. Потому что, ну, вот лично для меня, то есть вот занятие с собаками, общение с собаками – это некий безусловный ресурс, да, там, просто выйти с собаками, поиграться, пообщаться. – Насчет кормления. Вы сторонник еды какой, вот, более натуральной или все-таки сухих кормов, консервов? – Ну, знаете, кому как удобно, в принципе, я не вижу ни в том варианте, ни в этом варианте негатива. То есть кому-то не нравится готовить еду, тот может пользоваться сухим кормом. Я обычно комбинирую вот, потому что на собаке же тоже, как люди, им надоедает там это, на это. То есть поэтому иногда сухой корм даю, иногда варю, иногда сырым даю. – Вот у вас, Алмаз, живут сразу несколько собак, у вас питомник, да? – Да. – И я знаю, что люди, у которых живут несколько собак, сразу могут сталкиваться с агрессией между собаками. Нужно ли вот, если собака одна на другую напала, наказать ее? Или это наказание сразу же понизит ее статус в глазах потерпевшей собаки и стычки? – Нет, надо наказывать. Вожак стая и я. То есть в принципе, обычно же, они же стаяные животные, и кто-то всегда должен доминировать. То есть доминировать всегда в данном случае должен я. Потому что если у них идет конфликт, я могу выйти и наказать обоих. – Как еще нужно постоянно отстаивать свой статус вожака? Это же очень важно. – То есть это некая даже не авторитарность, а авторитетность. То есть я не стараюсь там собаку очень жестко наказывать, но какое-то воздействие физическое есть. То есть если собака начинает там наглеть, если что-то, я могу как бы и поругать, и стряхнуть собаку. Ну, где надо поощрить, я поощряю. То есть как метод кнутая пряника, да? То есть в любом случае это же животные. То есть я как люблю говорить, что у собак нет совести. – Многие люди, которые заводят щенка, сталкиваются с проблемой, что щенок начинает все грызть. Почему это происходит и как с этим бороться, чтобы мебель не портил, обувь? – Ну, знаете, то есть я в своем случае использую всегда клетку для щенка. То есть я приучаю сначала маленького щенка к клетке. Щенок потом подрастает, он плавно потом переходит в вольер. Ну, в принципе, да вот маленькие дети тоже все грызут. То есть бесполезно там щенку объяснять, да, там нельзя грызть, нельзя. То есть единственное, то есть я всегда играю, то есть какие-то игрушки, потягушечки, да, там. То есть у них же зубки вылазят, девственно чешутся, поэтому надо что-то давать. – Что делать, когда уже взрослая собака начинает что-то в доме жевать, грызть? Не игрушки. В чем причина? Она что, притягивает внимание? – Скука. – Скука, да? – И скучно, и она же должна что-то делать. – И как эту ситуацию решить? – Только изоляция. То есть, в принципе, я вот всем своим клиентам объясняю, что если в квартире, потому что я видел несколько случаев, когда собаки прямо уничтожали всю мебель. То есть очень дорогая мебель, очень дорогая, то есть интерьер дорогой. То есть, в принципе, как бы, да, есть очень, там, разнообразный, там, набор клеток, там, от маленьких до больших. Ну, поставьте куда-нибудь в угол клетку. То есть, в принципе, это же, как бы, только наше восприятие, да, так воспринимает, что собаке плохо. А щенок, который привыкает, это для него дом. То есть у меня вот в доме живет чихуа. У нее клетка, она, как бы, да, она воспринимает, что это дом. Она сама туда ночью заходит, спит. В обед где-то, когда, там, достают все дети, да, там, она просто убегает себе домой и там ложится спать. Но при этом мы когда куда-то уезжаем, мы ее закрываем. И мы спокойны, что ничего в доме не происходит. Часто ли к вам обращаются люди, у которых проблемы с собственными собаками? И вы им помогаете? Да. Например, с какими проблемами? Ну, в основном во дворах. То есть, в принципе, самые популярные запросы – подзыв собаки к себе. То есть собаке не подходит. Бывает, что там собака выбегает из-за ворот. То есть, в принципе, вот, в основном вот такие команды. А почему же собака демонстрирует непослушание? Нет контакта, нет общения, нет доверия. И как вы помогаете это все обрести? Надо учить хозяина. То есть, команда подзыв. То есть, если я два раза подозвав собаку, наказал ее, она никогда ко мне не будет подходить. То есть, поэтому команду ко мне использует только позитив. То есть, команда ко мне, ко мне что-то дал. Ко мне что-то дал. На место собака не идет, потому что она же сидит все время в Валере. То есть, ее выпускает, она не может набегаться. Но при этом, когда надо зайти, то есть, хозяин берет ее и запихивает туда. Ну, такая собака никогда туда не зайдет. То есть, собака должна понимать, что Валер – это дом. Поэтому собака может спокойно зайти в Валер, спокойно выйти из нее. Ну, и Валера – это должен быть позитив, еда, косточка. И вы тоже помогаете готовить собак для участия в профессиональных выставках. А что должна делать обученная собака? Какие требования выставок? Ну, на монопородной выставке немецкая овчарка должна уметь показывать зубы. То есть, хозяин раскрывает, показывает судье зубы, клеймо показывает. Выставочную стойку надо уметь собаку ставить. И чтобы собака бегала по рингу. То есть, там два метра поводок, натянутый поводок, собака перед проводником идет. Какие социально полезные функции может реализовывать немецкая овчарка? Быть, например, поводырем, да, у слепого человека? Нет, поводырем обычно вот лабрадоров готовят. Я не знаю, вот овчара готовят или нет. Ну, в принципе, у немецкой овчарки больше, как бы, да, спецслужбы, да, на таможне, там, я не знаю, пограничных службах. То есть, это вот именно какие-то, какая-то защитная служебная служба. Алмаз, а вы можете рассказать какие-то интересные случаи из вашей кинологической практики? Что-то вот спасла немецкая овчарка? Или, наоборот, комические случаи, чтобы лучше раскрыть эту породу? Ну, защищать – это их не призвание. Они каждый день меня защищают. То есть, вы их обучаете, да, вот, проявлять агрессию к посторонним людям? Да. То есть, это вот именно дрессировка, профессиональная дрессировка. А как это происходит? Как обучают собаку проявлять агрессию к другим людям, но не к хозяину? Есть специалист, он называется фигурант или там, как он, тренер, да, тренер по защитной службе. То есть, это специально обученный человек, на которого можно отравить собаку. То есть, у него есть амбунирование, может быть, это костюм, да, там, защитный, может быть, это рукав. У него есть, там, стейк, плеть. И мы занимаемся, то есть, укладываем собаку в некие схемы нормативные. Работаем над состоянием агрессии собаки. То есть, этот человек, он принимает на себя агрессию? Да. А как все-таки ее разжечь в собаке? Ну, знаете, как бы, да, вот есть собаки, у которых природа заложена эта агрессия, то есть, не надо ее долго там. Иногда надо чуть-чуть, как бы, да, сделать давление на собаку, то есть, напугать собаку где-то, да, чуть-чуть, там, контакт какой-то. Разозлить собаку, обидеть собаку. Ну, там, знаете, много способов. А как, интересно, можно обидеть собаку? Конечно. Как? Ну, можно толкнуть ее чем-нибудь или ткнуть чем-нибудь, то есть, ущипнуть за что-нибудь. То есть, не все собаки раздаются агрессивными. Надо где-то уже, как бы, чтобы проснулась агрессия. И это работает? Да. А если она просто убежит? Значит, не будем заниматься с этой собакой. Угу, угу. А приучаете ли вы собак к звуку выстрела, например? Что спокойно реагировало, да? Да. Угу. Постепенно, постепенно, щенячий возраст. То есть, сначала где-то далеко выстрел идет, потом чуть ближе. Угу. То есть, где-то в игре, чтобы щенок там не напрягался. То есть, где-то ближе к году, полутора годам. То есть, уже где-то расстояние от 15, там, 10 метров выстрел звучит. И такая собака не будет бояться фейерверка, не убежит? Не факт. Не факт. Не факт. Потому что, да, звук фейерверков, он намного мощнее, громче. Угу. И много. То есть, если напугать один раз собаку, этот сырок может на всю жизнь остаться. Угу. А можете ли вы воспитать собаку так, чтобы она уже различала? Вот на нее бежит человек с пистолетом или с ножом и как-то умела обезвреживать такого врага? Ну, наверное, можно. Как бы против пистолета мы не готовим. Ну, а так есть команды. То есть, команда свой. То есть, собака понимает, что человек свой. Команда чужой, собака проявляет уже агрессию. Команда фа, собака уже идет в атаку. То есть, собака как бы подчиняется моей команде. То есть, она не будет просто так на кого-то лаять. А какой срок жизни у немецкой овчарки? До 15 лет. Прилично. То есть, в 10 лет это уже как бы долгожитель считается. Угу. А обычные причины смерти какие? Разные болезни. Угу. Собаки обычно от болезней каких-то умирают. Ну, у каждой породы своя слабость. Здесь что чаще? Почки отказывают или онкология возникает? Печень. Печень у немецких овчарок? Ну, вообще у собак слабая печень. Почему? Ну, потому что, как бы, питание же, оно же не всегда идет здоровое. Угу. То есть, все зависит от питания, от образа жизни, от отношения к собаке. То есть, когда собака в негативе все время, да, то есть, это же тоже как бы воздействует на долгожительность, то есть, да, на срок ее жизни. А сколько раз собака может приносить приплод за свою жизнь? Ну, вообще рекомендуется раз в год. То есть, они, как бы, у них, они текут раз в полгода. Угу. Ну, рекомендуется пропускать течку. То есть, в принципе, раз в год можно собаку официально вязать. Угу. И сколько щенков обычно? Ну, по-разному. У кого-то один, у кого-то и десять, бывает и пятнадцать. Угу. То есть, это уже зависит от собаки. Угу. А есть какой-то возрастной предел, когда собака уже все не может уже… Восемь лет ограничение идет. Угу. То есть, в восемь лет уже запрещают вязать собаку официально. Почему? Ну, это вот, как бы, правило клубов. Угу. То есть, там же это клубное разведение. Мы просто так же ничего не делаем. То есть, перед тем, как повязать собаку, обязательно берешь направление. Должен быть допуск на разведение. Угу. Выставка, оценка. Угу. То есть, там очень сложно все. Но почему именно восемь лет? Что, там рождаются уже генетические дефектные щенки? Я не могу сказать, что там есть, что там нет. Ну, в принципе, бывают случаи, что и как бы и в десять лет. То есть, есть кобели, которые в двенадцать и в тринадцать лет вяжут. Угу. То есть, это кобели не касается? Да. Ну, это вот, знаете, как у людей же есть некий рекомендуемый возраст, да, после которого там не рекомендуется там рожать или что. Угу. А как часто можно использовать кобеля для вязки, без вреда для его здоровья? Ну, это по кобелю уже. Надо смотреть. Угу. То есть, какие-то кобели могут это делать ежедневно. Угу. А кому-то надо неделю дать выходной. Ну, это как-то не укорачивает срок их жизни, если часто допускать к этому? Ну, не знаю. Но на моей памяти вот кобель был, двенадцать лет он прожил, он до смерти вязался. Угу. А может быть, мог прожить пятнадцать лет? Ну, двенадцатого, да, собаки очень много, в принципе. То есть, средний возраст немецкой овчарки – это где-то от восьми до десяти лет. У вас питомник. Насколько это выгодно? Насколько хорошо покупают щенков немецкой овчарки? Ну, знаете, как бы, да, это не бизнес. Это, скорее всего, все для души. Потому что больших денег собаки никогда не приносят и не принесут. И, конечно, такой вопрос, который издавна интересует человечество – отношения собаки и кошки. Почему же все-таки вечный конфликт? Ревность. К хозяину? Ну, я не знаю, ну, как бы, не могу сказать. Ну, в принципе, я знаю много случаев. Вот у нас в центре кошки с собаками очень мирно живут. Угу. Я, как бы, не вижу, что они там конфликтуют. В начале передачи вы упоминали, что Павлов разработал знаменитую классификацию темпераментов. Психотипа. Психотипа собак. Холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик. Вот, предположим, хозяин купил щеночка. И он оказался флегматиком. Не хозяин, щеночек. Какой вы посоветуете, как зоопсихолог, подход к собаке флегматику? И как вообще определить, что это флегматик? Флегматик – это стабильный, медленный. Угу. То есть нельзя требовать от флегматика высоких скоростей, там, какой-то импровизации, да. То есть это форматные собаки. То есть в обучении всегда используется некий вот замедленный, форматный. То есть вот зато, как бы, забивая в него навык, да. То есть это стабильность. Угу. То есть это не гениальные собаки, но они очень исполнительные, очень логичные. То есть, в принципе, с флегматами что может быть, да. То есть это еда. Угу. То есть это вот собаки, которые любят есть. Угу. И склонны к лишнему весу из этого. Флегматики, они, как правило, всегда толстые. Угу. Но их и дрессировать можно, поощряя едой, да? Да. Радость создавающаяся. Да. Самая большая мотивация для них – это еда. Угу. Хорошо. Меланхолики. Меланхолик – вдохновение. Собаку надо все время вдохновлять. Угу. То есть это должен быть какой-то вот все время какой-то драйв у меня. Если я хозяин собаки, то есть они, собаки, очень чувствительные. Они легко впадают в депрессию, в отчаяние. То есть любое какое-то давление, да, там. Поэтому это вот очень… Я собаку с очень ранимой психикой. То есть я все время должен быть на позитиве. Угу. И тогда она будет вот как бы, да, там. В принципе, вот у меня собака меланхолик. Я с ней работаю. Это постоянный позитив. А как вы определились, что она меланхолик? Очень тонкая психика. То есть она очень сильно реагирует на какие-то воздействия. То есть если вы ее наказали, она будет грустить? Да, даже мой какой-то тон, там, да, там, немножко жестковатый. То есть все, у нее настроение падает, она уходит в депрессию. Угу. Поэтому приходится все время ее поднимать. Угу, угу. А собака-сангвиник? Сангвиник – это весельчак, очень общительный. То есть он любит компанию. То есть, в принципе, вот с сангвиниками работая, можно вот очень хорошо работает похвала. То есть они любят аплодисменты. То есть он что-то сделал. Надо восхититься, сказать, какой он красивый, какой он молодец. И он будет работать с удовольствием. Ему даже еды не надо. Сангвиник, он не едок. Угу. Ему надо поощрение или игрушка. То есть сангвиники, собаки очень хорошо работают с игрушками. И холерики? Холерики – это проблема дрессировки. То есть это доминанты. Угу. То есть это очень сложный, самое сложное, то есть это получается психотип, самое сложное послушание. То есть практически невозможно сангвиника дрессировать. Угу. Он требует себе уважения. Единственное, то есть можно занудством его взять. Угу. То есть если пойти с ним на конфликт, не всегда ты победишь. Угу. То есть неким занудством, в любом случае, собака же зависима от хозяина. Да, где-то через лакомства, где-то через уговоры. То есть эта собака требует себе уважения. Это лидер. Угу. То есть, да, ну и как бы бывает так, что вот попался у тебя холерик. То есть если есть определенные инструменты, в принципе, можно, то есть это уже будет не управление, а некая манипуляция. То есть собака не должна читать свое управление, тогда она будет что-то делать. Но при этом она будет знать, что она лидер. Угу. Ну, в принципе, зато эта собака тебя будет охранять. То есть холерик – это собака, которая не слушается, скалит зубы, рычит. Это доминантная собака, которая захватывает везде власть. Я имею в виду, как телезрителю понять, что у него собака холерик? Агрессия. Угу. Очень сильная агрессия, то есть он доминант, он лидер. То есть любая попытка его как-то скорректировать в грубой форме, то есть это будет всегда конфликт. Это очень конфликтная собака. Угу. Получается, что темперамент у собаки про я может быть считан, даже когда она еще щенок. Да. И лучше обратиться к профессиональному кинологу, например, к вам при выборе щенка, чтобы вы точно определили, что… То есть это, знаете, даже это не к аналогии, это где-то зоопсихология, может быть, психология, потому что надо подобрать под себя собаку, то есть под свой психотип. Угу. Потому что, возможно, будет конфликт, проблема возникнет. То есть бывает так, что очень активный человек берет себе собаку-флегматика. А потом не может с этой собакой жить, потому что тяжело. То есть он должен под себя где-то подобрать. Пара идет всегда так. Если собака холерик, хозяин должен быть флегматик. Угу. То есть если у тебя меланхоличная собака, то есть вот я просто как бы методом там проб и ошибок, то есть я выбрал для себя свое поведение, мне пришлось выработать себе там образ лангвиника для своей собаки, да, чтобы она хотя бы что-то начала делать. То есть когда только я стал веселым, радостным, то есть собака со мной пошла на конфликт. То есть, в принципе, человек же может любое свое поведение, да, скорректировать. Угу. Алмаз, я знаю, что вы также занимаетесь людьми, не только собаками, да? Вы человеческий психолог тоже, семейный психолог, психолог-консультант и философ. Не могли бы вы немножко рассказать, чем вы можете помогать людям? Ну, в принципе, как бы житейская философия, да, есть такое определение, что в психологии, психология вообще разделяется на две категории, когда каждый человек, проживая свою жизнь методом там, ну вот, через инстинктивно, да, там, через импровизацию, то есть он набирает некий свой опыт, да. То есть это вот житейская психология, когда касается лично, отдельно от каждого человека, да. Есть научная психология, которая собирает этот некий опыт, да, и методом научного исследования, там, экспериментов, они создают некие теории. То есть поэтому, как бы, да, вот я сейчас обучаюсь, выбрал для себя житейскую психологию, потому что у меня есть, как бы, опыт, да, свой жизненный, да, и к тому же и семейную психологию, потому что, как бы, у меня есть семья, то есть я 20, больше 20 лет женат, у меня четверо детей, то есть у меня тоже есть некий опыт, да, и прилагая теоретические какие знания, я могу помочь людям, да, в каких-то ситуациях, там, подсказать, показать что-то, да, там, картину какую-то описать. То есть потому что, как бы, любая же проблема, это же не знание, да, там, отсутствие какого-то опыта. Поэтому я предлагаю людям свою помощь, кому это надо, кому это нужно, кому это необходимо. Я могу поделиться своим опытом, своими знаниями, теорией какой-то, потому что обучаясь на психолога, да, там, я был очень удивлен, это были какие-то инсайты. Когда, там, ты думаешь, о, я же это знал, но не знал, как это называется, да, там, различные теории ученых, да, и поэтому, как бы, да, там, пожалуйста, философия. То есть я считаю, что, ну, психология не может быть без философии, потому что философия – мать психологии. Потому что, ну, как, вот, проблемы всех людей возникают из жизни, да, ну, не зная правила какие-то, там, законы жизни, да, ну, тяжело разобраться в психике человека. Потому что, ну, человек же, это же тоже часть природы. Вы действительно, получается, уникальный специалист. С одной стороны, вы изучаете непосредственное проявление природы, более приближенное к ее корням – это собаки. Большой опыт уже кинологической работы у вас, воспитательной работы. Вы зоопсихолог. И поэтому вы можете очень хорошо помочь людям для решения их психологических проблем. Да. Замечательно. Спасибо вам большое, Алмаз, за то, что пришли на нашу передачу «Запредельное». У нас сегодня впервые кинолог в гостях и зоопсихолог. Было безумно интересно. Я уверена, что наши телезрители поняли, к кому им обращаться, если у них возникают проблемы в отношениях с четвероногими друзьями. А это необходимо делать, обращаться к специалисту, потому что иначе эти проблемы могут быть даже смертельно опасными, если неправильное поведение собаки будет выстроено хозяином. Я вас от души благодарю. Желаю, чтобы ваш питомник и гостиница для животных процветали. Спасибо. Чтобы вы собирали все самые высокие победы международные на выставках собак. Вам больших успехов как психологу, интереса к жизни как философу, чтобы всегда у вас находились новые увлечения, желания, было всегда интересно жить. И пожелайте что-нибудь нашим телезрителям. Ну что я хочу пожелать? В принципе, желаю всем радости в этой жизни. То есть жизнь нам не дана для испытаний. То есть это некий дар. И каждый человек имеет право ее прожить, как он хочет. Поэтому будьте все счастливы. Все жизненные трудности преодолимы, все проблемы решаемы. К счастью, у нас есть специалисты для решения той или иной сложной жизненной задачи. Никакая из жизненных ситуаций не бывает мелкой. Даже такая, как отношение человека с домашними питомцами, в частности с собаками. Для того, чтобы не допустить действительно трагичных случаев в результате неправильного общения с собакой, для того, чтобы хотя бы просто гармонизировать свою жизнь и сделать свое общение, отношение с четвероногим любимцем приятным для вас и для него, обращайтесь к кинологам-специалистам. Например, гостью нашей сегодняшней передачи «Запредельное» – зоопсихологу, кинологу, психотерапевту, психологу Жапарову Алмасу. Спасибо. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok